Глава 7 Я встану, приподнял голову мальчик, и все закружилось у него перед глазами, и в ушах зашумело. И не думай вставать. Дед уложил мальчика на подушку. Кто повезет тебя в школу больного? Ну-ка, покажи язык. Мальчик попытался настоять на своем. Учительница заругает. Очень не любит она, кто пропускает школу. Не заругает. Я сам скажу. Ну-ка, давай-ка покажи язык. Дед внимательно осмотрел язык и горло мальчика, долго искал пульс. Задубелые от грубой работы жесткие пальцы деда каким-то чудом улавливали толчки сердца в горячей, потной руке мальчика. Убедившись в чем-то, старик успокаивающе произнес. Бог милостив, ты просто озябь немного. Холод вошел в тебя. Ты сегодня полежи в постели, а перед сном я натру тебе ступни и грудь горячим курдючным жиром. Пропотеешь и, Бог даст, встанешь утром, как дикий кулан. Вспомнив о вчерашнем и о том, что еще ждет его, старика, мамун помрачнел. Сидя в постели внука, вздохнул и призадумался. Бог с ним, прошептал со вздохом. Это когда же ты заболел? Что ж ты молчал? Обратился он к мальчику. Вечером, что ли? Да под вечер. Когда увидел Моралов за рекой, я прибежал к тебе, а потом мне стало холодно. Старик сказал почему-то виноватым голосом. Ну ладно, ты лежи, а я пойду. Он поднялся, но мальчик задержал его. А та? А там сама рогатая олениха мать, да? Та, что белая, как молоко, глаза вот такие, смотрит как человек. Дурачок ты! Осторожно улыбнулся старик мамун. Ну, пусть будет по-твоему. Может, это и она, сказал он глухо. Причудная мать олениха. Кто знает? Я вот думаю. Старик не договорил. В дверях появилась бабка. Она спешила со двора. Она уже что-то разведала. Иди, старик, туда. С порога заговорила бабка. Дед мамун сразу сник при этом. Стал жалким, пришибленным. Там они хотят выволочь бревно из реки машиной, говорила бабка. Так ты иди, делай все, что прикажут. Ох ты! Боже мой! Молоко-то еще не кипяченое! Спохватилась бабка и принялась разжигать плиту. Греметь посудой. Старик хмурился. Хотелось ему что-то возразить, что-то сказать. Но бабка не дала ему рта раскрыть. Но ты чего раз уставился? Возмутилась бабка. Чего артачишься? Не нам с тобой артачиться. Горе ты мое. Ну, кто ты есть такой против них? К раскулу вон люди приехали какие. Машина у них какая. Нагрузишь? Так десять бревен увезет по горам. А раскул на нас и не глядит даже. Как я не уговаривала, как не унижалась, дочь твою не пустил на порог. Сидит она, нерадиха твоя, усейдахмата. Глаза повыплакивала. И проклинает она тебя, отца своего, безмозглого. Ну, хватит. Не стерпел старик и, направляясь к двери, сказал. Молока дай горячего. Заболел вон мальчонка. Дам. Дам молока горячего. Иди. И иди ради бога. И, выпроводив старика, она еще бурчала. И чего на него нашло такое? Никогда никому не перечил. Тише воды. Ни за травы был. И на тебе вдруг. Да еще на коня вскочил. Да еще поскакал. И все это из-за тебя? Стрельнула она злым взглядом в сторону мальчика. Было бы за кого на рожон лезть-то. Потом она принесла мальчику горячего молока с желтым топленым маслом. Молоко обжигало губы. А бабка настаивала, вынуждала. Пей. Пей горячее. Не бойся. Простуду только горячим выгонишь. Мальчик обжигался. Слезы выступили у него на глазах. И бабка вдруг подобрела. Ну, остуди. Остуди немного. И надо же. Приболел ты у нас в такое время. Вздохнула она. Мальчику давно уже не терпелось помочиться. Он встал, чувствуя во всем теле какую-то странную сладкую слабость. Но бабка упредила. Постой. Я сейчас принесу тебе тазик. Неловко отвернувшись, мальчик заструил в тазик. Удивляясь тому, что моча такая желтая. Он чувствовал себя гораздо легче. Голова болела меньше. Мальчик лежал в постели спокойно. Благодарный бабке за ее услугу. И думал, что надо к утру выздороветь и обязательно отправиться в школу. Он думал еще о том, как он расскажет в школе о трех моралах, появившихся у них в лесу. О том, что белая матка Моралия – это и есть сама рогатая мать Олениха. Что с ней телок, большой уже и крепкий. И с ними здоровенный бурый морал с огромными рогами. Что он сильный и охраняет от волков рогатую мать Олениху и ее детеныша. И думал, что он расскажет еще о том, что если моралы останутся у них и никуда не уйдут, то рогатая мать Олениха скоро принесет дяде Араскулы и тетку Бикей волшебную колыбель. А моралы спустились утром к воде. Они вышли из верхнего леса, когда короткое осеннее солнце наполовину поднялось над горной грядой. Чем выше поднималось солнце, тем светлей и теплей становилось внизу среди гор. После ночного оцепенения лес оживал, наполнялся движением света и красок. Пробираясь между деревьями, моралы шли не торопясь, греясь на солнечных полянках. Пощипывая листву светок, они шли в том же порядке. Впереди самец рогач, посередине телок и последней крутобокая матка. Рогатая мать Олениха. Моралы шли по той же тропе, по которой вчера Араскул с дедом Мамоном спускали к реке злополучное сосновое бревно. След волока оставался на горном черноземе еще свежее, пропаханный бороздой, с рваными клочьями дерна. Тропа эта выводила к броду, где было оставлено засевшее на речном пороге бревно. Моралы направлялись к этому месту, потому что оно удобное для водопоя. А Араскул, Сейдахмат и двое людей, прибывших за лесом, шли сюда с тем, чтобы посмотреть, как лучше подогнать машину, чтобы, подцепив трос, выволочь бревно из реки. Дед Мамон неуверенно шел позади всех, понурив голову. Он не знал, как ему быть после вчерашнего скандала, как вести себя, что делать, допустит ли Араскул его к работе, не прогонит ли, как вчера, когда он хотел на коне вытащить бревно. А что, если скажет, а тебе что здесь? Сказано ведь, что ты уволен с работы. Что, если обругает при людях и отправит домой? Сомнения одолевали старика. Он шел, как на пытку, и все же шел. Сзади следовала бабка. Она шла вроде бы сама по себе, вроде бы из любопытства. Но, по сути, она конвоировала старика. Она гнала расторопного Мамуна на примирение с Араскулом, на то, чтобы он заслужил у Араскула прощение. А Араскул ступал важно, по-хозяйски, шел, отдуваясь, посапывая и строго поглядывал по сторонам. И хоть болелась перепою голова, он испытывал мстительное удовольствие. Оглянувшись, он увидел, как семенил следом дед Мамун. Точно преданная собака, побитая хозяином. «Ничего, ты еще у меня не то запоешь. Я теперь на тебя и не гляну. Ты для меня пустое место. Ты еще сам повалишься мне в ноги», – злорадствовал Араскул. Вспоминая, как источным криком орала прошлой ночью у его ног жена, когда он пинал ее, когда гнал ее пинками с порога. «Пусть, вот отправлю этих с бревнами, я их еще сведу, пусть погрызутся. Теперь она отцу глаза повыделит». «Озверело, как волщица», – думал Араскул в промежутках разговора на ходу с приезжим человеком. Человека этого звали Кокитай. То был дюжий черный мужик, колхозный щитовод с Приозерья. С Араскулом он давно вел дружбу. Лет 12 тому назад построил Кокитай себе дом. Араскул помог лесам. Продал по дешевке кругляки на распилку. Дос. Потом мужик женил старшего сына, поставил и молодым дом. И тоже Араскул снабдил его бревнами. Теперь Кокитай отделял младшего сына. И опять же потребовалось лесу на стройку. И опять старый друг Араскул выручал. Беда, как трудна жизнь. Одно сделаешь, ну, думаешь, теперь спокойно поживу. Ха-ха, Анна жизнь еще что-нибудь придумает. И без таких людей, как Араскул, теперь не обойдешься. Бог даст, на новоселье пригласим вскоре. Приезжай, погуляем на славу, говорил Кокитай Араскулу. Тот пыхтел самодовольно, папиросой дымил. Спасибо. Когда зовут, не отказываемся. А не зовут, не напрашиваемся. Позовешь, так приеду. Не впервой мне у тебя гостить. Я вот думаю сейчас, а не подождать ли тебе вечера, чтобы по темноте выехать. Главное, через совхоз, незамеченным проехать. А не то, если-то засекут. Оно-то верно, заколебался Кокитай. Да долго ждать до вечера. Выйдем потихоньку. Поставить нет на дороге, чтобы проверить нас. Случайно, если наткнешься на милицию или на кого еще, то-то и оно, пробурчал Араскул, морщась от изжоги и головной боли. Сто лет ездишь по делам, и ни одна собака по дороге не встретится. А лес повезешь раз в сто лет и влипнешь. Это всегда так. Они замолчали. Каждый думал о своем. А Раскул крепко досадовал теперь, что пришлось вчера бросить бревно в реке. А не то. Был бы лес готов. Погрузили бы его еще ночью. И на рассвете отправил бы машину с глаз долой. Эх, и выгораздило же вчера случиться такому делу. Это все тот старый дурень Мамун. Бунтовать решил. Из-под власти хотел выйти. А? Испочтение. Ну ладно же. Что-что. А это тебе не пройдет так просто. Моралы переводу, когда люди пришли к реке на противоположный берег. Странные существа эти люди. Суетливые, шумливые, занятые своими делами. И разговорами они не замечали животных, стоящих напротив, через реку. Моралы стояли в красных утренних кустах речного тугая. Войдя по щиколотку в воду, на чистом галечнике прибрежной отмели. Пили они небольшими глотками. Не торопясь с перерывами. Вода была ледяная, а солнце пригревалось сверху все горячей и приятней. Утоляя жажду, моралы наслаждались солнцем. На спинах высыхала упавшая с веток по пути обильная роса. Легкий дымок курился со спин моралов. Покойное и благостное было утро того дня. А люди так и не замечали моралов. Один человек вернулся к машине, другие остались на берегу. Пошевеливая ушами, моралы чутко улавливали доносившиеся до них изредка голоса и замерли. Вздрогнув кожей, когда на том берегу появилась автомашина с прицепом. Машина гремела, ракотала. Моралы шевелились, решили уйти. Но машина вдруг остановилась, перестала греметь и гудеть. Животные помедлили, потом все же осторожно двинулись с места. Люди на том берегу слишком громко говорили и слишком суетливо двигались. Моралы тихонько пошли тропкой в мелком тугая. Их спины и рога то и дело показывались среди кустов. А люди так и не замечали их. И лишь когда моралы стали пересекать открытую прогалину сухого песка, паводкового, люди увидели их как на ладони. На сиреневом песке, в ярком солнечном освещении и застыли с разъянутыми ртами. В разных позах. Смотри, смотри, что такое. Первым скрикнул Сейдохмат. Олени, откуда они здесь? Что кричишь? Что шумишь? Какие тебе олени? Моралы это. Мы их вчера еще видели. Небрежно изрек раскул. Откуда они? Пришли, стало быть. Пай, 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 пай. Восхищался дюжий кокетай. Потом от возбуждения расстегнул ворот рубахи. А гладкие какие. Восхитился он. Отъелись. А матка-то какая. Смотри, как ступает. Вторил ему шофер, вытрощив глаза. Ей-богу, скобылицу-то двухлетку. Первый раз вижу. А бык-то, бык, рожище-то, смотри, как только он их носит. И не боятся ничего. Откуда они такие? А раскул допытывался кокетай, с вожделением поблескивая свиными глазками. Заповедное, видать, ответил раскул важно, с чувством хозяйского достоинства. Из-за перевала пришли. С той стороны. Подумал он с ненавистью. Хотел обругать его так, чтобы наповал убить. Но сдержался. Все же посторонние присутствовали. Нечего попусту поучать, раздраженно проговорил он. Не глядя на мамуна. Запрещена охота там, где они водятся. А у нас они не водятся. И мы за них не отвечаем. Ясно, грозно глянул он, он на старика. Ясно, покорно ответил мамун и, опустив голову, отошел в сторону. Тут бабка еще раз украдкой дернула его за рукав. Ты бы уж молчал, прошипела она укоризненно. Все как-то пристыженно потупили. Да, притупились. Снова принялись смотреть вслед уходящим животным. Моралы поднимались на обрыв гуськом. Впереди бурый самец, горделиво неся свои мощные рога. За ним телок. И замыкала это шествие рогатая мать олениха. На фоне чистого глинистого сброса моралы выглядели четко и грациозно. Каждое их движение, каждый шаг их были на виду. Эх, красота-то какая! Не удержался от восторга шофер. Лупоглазый молодой парень. Очень смирный с виду. Жаль, что не захватил фотоаппарата. Вода было бы. Ну, ладно, красота. Недовольно перебил его раскул. Нечего стоять. Красотой сыт не будешь. Давай подгони машину задом к берегу. Прямо в воду. С краю чтобы. А ты, сей Дахмат, разувайся, распорядился он, упиваясь в душе своей властью. И ты, указал он шоферу, и давайте цепляйте трос к бревну. Да поживей. Дело еще будет. Сей Дахмат принялся стаскивать с ног сапоги. Они ему были тесноваты. Что смотришь? Помоги ему. Тычком незаметным толкнула старика бабка. И разувайся. Сам лезь в воду. Подсказывала она злобным шепотом. Дед Мамун кинулся стаскивать сапоги сей Дахмата и сам быстренько разувся. Тем временем о раскуловской Китаем командовали машиной. Давай сюда. 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 Левее. Немного левее. Вот так. Так. Еще немножко. Заслышав внизу непривычный шум машины, моралы на тропе убыстряли шаг, тревожно оглядываясь. Выскочили на обрыв и скрылись в березах. О! Исчезли. Спохватился Кокитай. Он воскликнул это. Сожаление. Точно из рук добыча ушла. Ничего. Ниоткуда они не денутся отсюда. Никуда. Отгадывая его мысли и довольны этим, хвастался раскул. Сегодня до вечера не уедешь? Будешь моим гостем. Сам Бог велит. Попочую я тебя на славу. И, хохотнув, хлопнул друга по плечу. А раскул мог быть и веселым. Ну, коли так, как велишь. Ты хозяин, я гость. Покорился дюжико Китай, обнажая в улыбке могучие желтые зубы. Машина стояла уже на берегу задними колесами в воде. Пол колеса. Глубже заехать шофер не рискнул. Теперь предстояло протащить трос к бревну. Если хватит длины троса, то выволочь бревно из плена подводных камней труда особого не составляла. Трос был стальной, длинный и тяжелый. Надо было тащить его по воде к бревну. Шофер разувался неохотно, с опаской поглядывая на воду. Он еще не решил окончательно, стоит ли лезть в реку в сапогах или лучше будет разуваться. И, пожалуй, лучше босиком, думал он. Все равно вода зальется за голенище. Глубина вон какая, почти до бедра. А потом ходи весь день в мокрой обуви. Но он также представлял себе и то, какая должно быть холодная сейчас вода в реке. Этим и воспользовался дед Мамон. Ты не разувайся, сынок, подскочил он к нему. Мы пойдем сейдохматом. Да не стоит, Аксакал, возразил смутившись шофер. Ты гость, а мы здешние. Ты садись за руль, уговаривал его дед Мамон. И когда они сейдохматом, продев колы в моток стального троса, потащили его по воде, сейдохмат возопил благим матом. Ай-яй, лед, а не вода. Ай-яй-яй, лед. А раскул с кокетаем посмеивались, снисходительно подбадривали его. Терпи, терпи. Найдем, чем согреть тебя. А дед Мамон не издал ни звука. Он даже не почувствовал ледяного холода. Вобрав голову в плечи, чтобы стать незаметнее, шел босыми ногами по скользким подводным камням, моля Бога лишь об одном, чтобы раскул не вернул его, чтобы не прогнал, чтобы не обругал при людях, чтобы простил его, глупого, несчастного старика. И раскул ничего не сказал. Он вроде бы и не заметил усердия Мамона, не считая его за человека, а в душе торжествовал, что все же сломил сбунтовавшегося старика. Так-то, ехидно посмеялся, раскул про себя. Приполз, упал мне в ноги. Ух, нет у меня большой власти, не таких бы крутил в бараний рог, не таких заставил бы ползать в пыли. Дали бы мне хотя бы колхоз или совхоз, я бы уж порядок навел. Распустили народ, а сами теперь жалятся. Председателя, мол, не уважают, директора не уважают. Какой-нибудь чабан оговорит с начальством, как ровня, дураки, власти недостойные, разве же с ними так надо обращаться? Было ведь времечко. Головы летели, и никто ни звука. Вот это было да. А что теперь? Самый никудышный из никудышных, и тот вон вздумал вдруг перечить. Ну-ну, поползай у меня. Да, поползай, злорадствовал Араскул, поглядывая изредка в сторону мамуна. А тот, бредя по ледяной воде, скорчучит, тащил трос вместе с Эйдахматом и довольствовался тем, что Араскул, кажется, простил его. Ты уж прости меня, старого, что так получилось. Мысленно обращался он к Араскулу. Не утерпел вчера. Поскакал к внуку в школу. Одинокий ведь он. Вот и жалеешь. А сегодня он в школу не пошел. Приболел что-то. Забудь. Прости. Ты ведь мне тоже не чужой. Думаешь, не хочу я счастья тебе и дочери? Если бы Бог дал, если бы услышал я крик новорожденного жены твоей, моей дочери, не сойти мне с места. Пусть Бог тут же возьмет мою душу. Клянусь, от счастья плакал бы. Только ты не обижай мою дочь. Прости меня. А работать? Так, пока я на ногах, я все сработаю, все сделаю. Ты только скажи. Стоя в сторонке на берегу, бабка жестами и всем видом своим говорила старику. Старайся, старик. Видишь, он простил тебя. Делай, как я тебе говорю. И все-все уладится. Мальчик спал. Один раз только он проснулся, когда где-то прогрохотал выстрел. И снова уснул. Измученный вчерашней бессонницей, болезнью, сегодня он спал глубоким и спокойным сном. И во сне он чувствовал, как приятно лежать в постели, свободно вытянувшись, не испытывая ни жара, ни озноба. Он проспал бы, наверное, очень долго, если бы не бабка с теткой Бикей. Они старались говорить в полголоса. Но загремели посудой. И мальчик проснулся. Держи вот большую чашку и блюдо возьми. Оживленно шептала бабка в передней комнате. А я понесу ведро и сито. Эх, поясница моя. Замаялась. Столько работы сделали. Но, слава Богу, я так рада. Ой, не говори, Энеке. Я так рада. Вчера умереть готова была. Если бы не Гульджамал, наложила бы руки на себя. Скажешь еще? Урезонила бабка. Перцу взяла? Пошли. Сам Бог послал дар свой на примирение ваше. Пошли, пошли. Выходя из дома, уже на пороге, тетка Бикей спросила бабку про мальчика. А он все спит? Пусть поспит пока. Ответила бабка. Как будет, готово. Принесем ему шурпы погорячей. Мальчик больше не уснул. Со двора слышали шаги и голоса. Тетка Бикей смеялась. И Гульджамал, и бабка смеялись в ответ ей. Доносились и какие-то незнакомые голоса. Это, наверное, те люди, которые приехали ночью, решил мальчик. Значит, они еще не уехали. Не слышно. Не видно было только деда Мамуна. Где он? Чем занят? Прислушиваясь к голосам снаружи, мальчик ждал деда. Ему очень хотелось поговорить с ним о моралах, которых он видел вчера. Скоро ведь зима. Надо бы им сено побольше оставить в лесу. Пусть едят. Надо их так приручить, чтобы они совсем не боялись людей, а приходили бы прямо через реку сюда, во двор. И здесь им давать что-нибудь такое, что они больше всего любят. Интересно, что они любят больше всего? Телкам мораленка приучить бы, чтобы везде ходил следом. Вот здорово было бы. Может быть, он и в школу ходил бы с ним. Мальчик ждал деда. Но тот не появлялся. А пришел вдруг сей Дахмат. Очень довольный чем-то. Веселый сей Дахмат покачивался, улыбаясь сам себе. И когда он подошел ближе, в нос ударил спиртной запах. Мальчик очень не любил этот дурной резкий запах, напоминавший о самодурстве Араскула, о страданиях деда и тетки Бикей. Но, в отличие от Араскула, сей Дахмат, когда напивался, добрел, веселел и вообще становился какой-то безобидно глуповатый. Хотя он и трезвый-то не отличался умом. Между ним и дедом Мамуном происходил в подобных случаях примерно такой разговор. Что усмехаешься, как дурачок, сей Дахмат. И ты надрался, Аксакал. Я тебе так люблю, честное слово, Аксакал, как отца родного. Эх, в твои-то годы другие вон машины гоняют, а ты языком своим не управляешь. Мне бы твои годы, да я бы, по крайней мере, на тракторе сидел бы. Аксакал. В армии командир мне сказал, что я не способен по этой части. Зато я пехота, Аксакал. А без пехоты ни туды и ни сюды. Пехота. Лодырь ты, а не пехота. А жена у тебя? Убога глаз нет. Сто таких, как ты, не стоит одной, Гуджамал. Потому мы и здесь, Аксакал. Я один, и она одна. Да что с тобой говорить? Здоровый, как бык, а ума. Дед Мамун безнадежно махал рукой. Ну, ну, мычал и смеялся вслед ему сей Дахмат. Потом, остановившись посреди двора, запевал свою странную невезде услышанную песню. С рыжих, с рыжих гор я приехал на рыжем жеребце. Эй, рыжий купец, открывай двери. И так могло продолжаться бесконечно. Ибо приезжал он с гор на верблюде, на петухе, на мыши, на черепахе, на всем, что могло передвигаться. Пьяный сей Дахмат нравился мальчику даже больше, чем трезвый. И потому, когда появился подвыпивший сей Дахмат, мальчик приветливо улыбнулся ему. Ха! Воскликнул сей Дахмат удивленно. А мне сказали, что ты болеешь. Да ты вовсе и не болеешь. Ты почему не бегаешь на дворе? Так не пойдет. Он повалился к нему на постель и, обдаваясь спиртным духом и запахом сырого, парного мяса, который шел от его рук и одежды, стал тормошить мальчика и целовать. Щеки его, заросшие грубой щетиной, обожгли лицо мальчика. Ну, хватит, дядя сей Дахмат, попросил мальчик. А где дедушка? Ты не видел его? Дед твой там. Это самое. Сей Дахмат неопределенно покрутил руками в воздухе. Мы это, бревно вытаскивали из воды, но и выпили для сугреву. А сейчас он это самое, мясо варит. Ты вставай. Давай одевайся. И пошли. Как же так? Это неправильно. Мы все там, а ты один здесь. Дедушка не велел мне вставать, сказал мальчик. Да брось ты не велел. Пойдем посмотрим. Такое не каждый день бывает. Сегодня пир. И чашка в жиру, и ложка в жиру, и рот. Вставай. С пьяной неуклюжестью он стал одевать мальчика. Я сам пробовал отказаться мальчик, испытывая смутные приступы головокружения. Но пьяный Сейдахмат не слушал его. Он считал, что делает благо, поскольку мальчика бросили одного дома. А сегодня такой день, когда и чашка в жиру, и ложка в жиру, и рот в жиру. Пошатываясь, мальчик вышел вслед за Сейдахматом из дома. День в горах стоял ветреный, полуоблачный. Облака быстро перемещались по небу. И пока мальчик прошел веранду, погода дважды резко изменилась. От нестерпимой яркого солнечного дня до неприятной сумрачности. Мальчик почувствовал, как у него от этого заболела голова. Подгоняемый порывом ветра в лицо ударил дым костра. Глаза защипало. Стирают, наверное. Сегодня белье, подумал мальчик. Потому, что обычно костер раскладывали во дворе в день большой стирки. Когда воду грели на все три дома в громадном черном котле. В одиночку этот котел и не поднимешь. Тетка Бикей и Гульджамал поднимали его вдвоем. Мальчик любил большую стирку. Во-первых, костер на открытом очаге. Побаловаться можно с огнем. Не то, что в доме. Во-вторых, очень интересно развешивать выстиранное белье. Белые, синие и красные тряпки на веревке украшают двор. Мальчик любил и подкрадываться к белью, висящему на веревке. Касаться щекой влажной ткани. В этот раз никакого белья во дворе не было. А огонь под казаном разложили сильный. Пар густо валил из кипящего казана. До краев наполненного большими кусками мяса. Мясо уже уварилось. Мясной дух и запах костра защекотали обоняние. Вызывая во рту слюну. Тетка Бикей в новом красном платье, в новых сапогах, цветистом полушалке, сбившемся на плечи, наклонилась над костром. Снимала поварешкой пену. А дед Мамун, стоя подле нее на коленях, ворочал горячие поленья в очаге. Вот он, твой дед, сказал сей Дахмат мальчику. Пошли. И сам только было затянул, с рыжих-рыжих гор я приехал на рыжем жеребце, как из сарая высунулся ораскул, бритоголовый, с топором в руке. «Ты где пропадаешь?» – грозно окликнул он сей Дахмата. «Гость тут дрова рубит», – кивнул он на шофера, коловшего поленья. «А ты песни поешь?» «Ну, мы это в два счета», – успокоил его сей Дахмат, направляясь к шоферу. «Давай, брат, я сам». А мальчик приблизился к деду, стоявшему на коленях подле очага. Он подошел к нему сзади. «А та», – сказал он. Дед не слышал. «А та», – повторил мальчик и тронул деда за плечо. Старик оглянулся, и мальчик не узнал его. Дед тоже был пьян. Мальчик не мог припомнить, когда он видел деда хотя бы подвыпившим. Если случалось такое, то разве где-нибудь на поминках стариков, где водку подносят всем, даже женщинам. Но чтобы так просто, этого еще не случалось с дедом. Старик обратил на мальчика какой-то далекий, странный, дикий взгляд. Лицо его было горячим, красным. И когда он узнал внука, еще больше покраснело. Оно залилось пылающей краской и тут же побледнело. Дед торопливо поднялся на ноги. «Ты что, а?» – глухо сказал он, прижимая к себе внука. «Ты что, а?» «Ты что?» И кроме этих слов он не мог произнести ничего, словно утратил дар речи. Его волнение передалось мальчику. «Ты заболел, а та?» – с тревогой спросил он. «Нет, нет, я так просто!» – пробормотал дед Мамун. «Ты иди, походи немного, а я тут дрова, это самое». Он почти оттолкнул внука от себя и, будто отвернувшись от всего мира, снова повернулся лицом к очагу. Он стоял на коленях и не оглядывался. Никуда не смотрел. Занятый лишь собой и костром. Старик не видел, как внук его растерянно потоптался и пошел по двору, направляясь к Сейдохмату, к колопшему дрова. Мальчик не понимал, что произошло с дедом и что происходило во дворе. И лишь подойдя поближе к сараю, он обратил внимание на большую груду красного свежего мяса, наваренного кучей на шкуру, разосланную на земле. По краям шкуры еще сочилась бледными струйками кровь. Поадаль, там, куда выбрасывали нечистоты, собака, урча мотала требуху. Возле кучи мяса сидел на корточках, как глыба, какой-то незнакомый, огромный, темнолицый человек. То был, как Китай. Он и Араскул с ножами в руках разделывали мясо. Спокойно, не торопясь, перекидывали они расчлененные маслы с мясом в разные места на растянутой шкуре. «Удовольствие одно!» «А запах какой!» – говорил басом черный дюжий мужик, принюхиваясь к мясу. «Бери, бери, бросай в свою кучу!» – щедро предлагал ему Араскул. «Бог даст нам из своего стада в день твоего приезда. Такое не каждый день случается». Араскул при этом пыхтел, то и дело вставал, оглаживал свой тугой живот. Точно он объелся чего-то, и сразу было заметно, что он уже крепко выпил, задыхался, сипя и вскидывал голову, чтобы передохнуть. Его мясистое, как коровье вымя, лицо лоснилось от самодовольства и сытости. Мальчик оторопел, холодом обдал его, когда он увидел под стеной сарая рогатую моралью голову. Отсеченная голова валялась в пыли, пропитанной темными пятнами крови. Она напоминала корягу, выброшенную с дороги. Возле головы валялись четыре ноги с копытами, отрезанные в коленных суставах. Мальчик с ужасом глядел на эту страшную картину. Он не верил своим глазам. Перед ним лежала голова рогатой матери Оленихи. Он хотел бежать отсюда, но ноги не повиновались ему. Он стоял и смотрел на обезображенную мертвую голову белой моралицы. Той самой, что вчера еще была рогатой матерью Оленихой. Что вчера еще смотрела на него с того берега добрым и пристальным взглядом. Той самой, с которой он мысленно разговаривал и которую он заклинал принести на рогах волшебную колыбелу с колокольчиком. Все это вдруг превратилось в бесформенную кучу мяса, ободранную шкуру, отсеченные ноги и выброшенную вон голову. Надо было ему уйти, а он стоял, окаменев, не соображая, как и почему все это произошло. Черный дюжий мужик, тот, что разделывал мясо, поддел из кучи острием ножа почку и протянул ее мальчику. На, мальчик, и жарь на углях. Вкусно будет, сказал он. Возьми, приказал Араскул. Мальчик протянул руку, не чуя ее, и стоял теперь, сжимая в холодной руке еще теплую, нежную почку рогатой матери Оленихи. А Араскул тем временем поднял за рога голову белой моралицы. Ох и тяжелая! Покачал он ее на весу. Рога одни сколько весят. Он пристроил голову боком на колоду, взял топор и принялся вырубать рога из черепа. Ай да рога, ай да рога, приговаривал он с хрящом, всаживая острие топора в основание рогов. Это мы деду твоему, он подмигнул мальчику. Как помрет, поставим рога ему на могилу. Пусть теперь скажет кто, что мы его не уважаем. Куда больше? За такие рога не грех хоть сегодня помереть. Хохотнул он, нацеливаясь топором. Рога не поддавались. Оказалось, не так просто их вырубить. Пьяный Араскул рубил не в попад. И это бесило его. Голова сваливалась с колоды. Тогда Араскул стал рубить ее на земле. Голова отскакивала. А он гонялся за ней с топором. Мальчик сдрагивал. Всякий раз невольно пятился, но не мог заставить себя уйти отсюда. Как в кошмарном сновидении, прикованный к месту жуткой и непонятной силы, он стоял и дивился тому, что остекленевший, не мигающий глаз рогатой матери оленихи не бережется топора, не моргает, не зажмурится от страха. Голова давно уже извалялась в грязи и пыли. Но глаз оставался чистым. И, казалось, все еще смотрел на мир с немым, застывшим удивлением, в котором застала его смерть. Мальчик боялся, что пьяный Араскул попадет по глазу. А рога не поддавались. Араскул все больше выходил из себя, свирепел и, уже не разбирая, бил по голове, как попало, и обухом, и лезвием топора. Да так, поломаешь рога же, дай мне, подошел сей Дахмат. Прочь, я сам. Черт-то с два поломаешь, прохрепел Араскул, взмахивая топором. Ну-ка, как хочешь, плюнул сей Дахмат, направляясь к себе домой. За ним последовал тот самый черный дюжий мужик. Он тащил в мешке свою долю мяса. Араскул с пьяным упорством продолжал четвертовать за сараем голову рогатой матери оленихи. Можно было подумать, что он совершал долгожданную месть. Ах ты, сволочь! С пеной у рта пинал он голову сапогом. Точно мертвая голова могла его слышать. Ну нет, врешь! Налетал он с топором снова и снова. Не я буду, если я не доконаю тебя. На тебя! На тебе! Крушил он топором. Череп трещал. Отлетали по сторонам осколки костей. Мальчик коротко вскрикнул. Когда топор невзначай пришелся поперек глаза. Из развороченной глазницы хлынула темная густая жидкость. Умер глаз. Исчез. Опустел. Я и не такие головы могу размажить. И не такие рога обломаю. Рыщал о раскул в припадке дикой злобы и ненависти к этой безвинной голове. Наконец ему удалось проломить череп и в темени, и на лбу. Тогда он бросил топор, схватился обеими руками за рога и, прижимая ногой голову к земле, крутанул рога со зверской силой. Он вырывал их, и они затрещали, как рвущиеся корни. То были те самые рога, на которых мольбами мальчика, рогатая мать олениха, должна была принести волшебную колыбель о раскулы и тетке Бекей. Мальчику стало дурно. Он повернулся, уронил почку на землю и медленно побрел прочь. Он очень боялся, что упадет или что его сточнит тут же. На глазах у людей, бледный, с холодной липкой испаренной на лбу, он проходил мимо очага, в котором ошалело горел огонь, над которым клубился горячий пар из котла и у которого, повернувшись ко всем спиной, сидел по-прежнему лицом к огню несчастный дед Мамун. Мальчик не стал беспокоить деда. Ему хотелось быстрее добраться до постели и лечь. Укрыться с головой, не видеть, не слышать ничего, забыть. Навстречу ему попалась тетка Бекей. Нелепо разряженная, но с сине-багровыми следами ораскуловых побоев на лице. Худющая, веселая, носилась она сегодня в хлопотах. Большого мяса? Что с тобой? Остановила она мальчика. У меня голова болит, сказал он. Да, милый ты мой, болезненный, сказала она вдруг в приступе нежности и принялась осыпать его поцелуями. Она тоже была пьяна. От нее тоже противно разило водкой. Голова у него болит, бормотала она умиленно. Родненький ты мой, ты, наверное, кушать хочешь? Нет, не хочу. Я хочу лечь. Ну так идем, идем, я тебя уложу. Что ж ты будешь один лежать? Ведь все будут у нас, и гости, и наши, и мясо уже готово. И она потащила его с собой. Когда они проходили снова мимо очага, из-за сарая появился раскул, упревший, красный, как воспаленное вымя. Он победоносно свалил возле деда Мамуна вырубленные им морали и рога. Старик привстал с места. Не глядя на него, раскул поднял ведро с водой и, запрокидывая его на себя, стал пить, обливаясь. Можешь помирать теперь, бросил он, отрываясь от воды, и снова припал к ведру. Мальчик слышал, как дед пролепетал. Спасибо, сынок, спасибо. Теперь и помирать не страшно. Как же? Почет мне и уважение стало быть. Я пойду домой. Сказал мальчик, чувствуя слабость в теле. Тетка Бикей не послушалась. Нечего тебе там одному делать. И почти насильно повела его в дом. Уложила на кровать в углу. В доме у раскула все же было готово к трапезе. Наварено, нажарено, наготовлено. Всем этим оживленно занималась бабка и гульджамал. Бегала между домом и очагом на дворе тетка Бикей. В ожидании большого мяса баловались слегка чаем о раскул и черный дюжико-китай. Полулежа на цветных одеялах с подушками под локтями, они сразу как-то заважничали и чувствовали себя князьями. Сейд Ахмат наливал им чай на донышки пиал. А мальчик тихо лежал в углу, скованный, напряженный. Снова его знобило. Он хотел встать, уйти, но боялся, что стоит ему только слезть с кровати, как его тут же вырвет. И потому он судорожно держал себе этот комок, застрявший в горбе. Боялся шевельнуться лишний раз. Вскоре женщины вызвали Сейд Ахматова двор, и появился он затем в дверях с горой мяса. В огромной эмалированной чашке он с трудом донес эту ношу и поставил ее перед ораскулом и кокетаем. Женщины внесли за ним еще разные кушания. Все стали рассаживаться заново, приготовили ножи, тарелки. Сейд Ахмат тем временем разливал водку по стаканам. «Командиром водки буду я», – гоготал он, кивая на бутылки в углу. Последним пришел дед Мамун. Странный. Слишком ужалкий вид против обычного имел сегодня старик. Он хотел приткнуться где-нибудь сбоку, но черный дюжий кокетай великодушно попросил его сесть рядом с ним. «Проходите сюда, Аксакал. Спасибо, мы тут, мы ведь у себя», – пробормотал дед Мамун, хотел отказаться. «Но все же вы самый старший», – настоял кокетай и высадил его между собой и сейд Ахматом. «Выпьем, Аксакал, по случаю такой удачи вашей. Вам первое слово». Дед Мамун неуверенно прокашлялся. «За мир в этом доме», – сказал он вымученно. «А там, где мир, там и счастье, дети мои». «Правильно, правильно!» – подхватили все, опрокидывая в глотки стаканы. «А вы что ж?» «Нет, так не пойдет. Желаете счастья зятю и дочери, а сами не пьете?» – упрекнул кокетай деда Мамуна. «Ну разве что за счастье?» «Я что ж», – заторопился старик. На удивление всем он ахнул до дна почти полный стакан водки и, оглушенный, замотал старой головой. «Вот это да!» «Наш старик не чета другим». «Молодец ваш старик». Все смеялись, все были довольны. Все хвалили деда. В доме стало жарко, душно. Мальчик лежал в тягостных муках. Его все время мутило. Он лежал с закрытыми глазами и слышал, как опьяневшие люди чавкали, грызли, сопели, пожирая мясо рогатой матери оленихи. Как угощали друг друга вкусными кусками, как чокались стаканами, как складывали в чашку обглоданные кости. «Не мясо, а молодой же ребенок», – похвалил кокетай, причмокивая губами. «А что же мы, дураки, что ли? Жить в горах и не есть такого мяса?» – говорил Араскул. «Верно. Для чего мы здесь живем?» – поддакивал сей Дахмат. Все хвалили мясо рогатой матери оленихи. И бабка, и тетка Бикей, и Гульджамал, и даже дед Мамун. Мальчику тоже совали и подавали на тарелки мясо и другие кушания. Но он отказывался, и, видя, что ему не здоровится, пьяные оставили его в покое. Мальчик лежал, стиснув зубы. Ему казалось, что так легче будет удержать тошноту. Но еще больше мучило его сознание собственной беспомощности. То, что не в силах был ничего поделать с этими людьми, убившими рогатую мать олениху. И в своем детском праведном гневе, в отчаянии, мальчик придумывал разные способы отмщения. Как бы он мог наказать их, заставить понять, какое страшное злодеяние совершили они. Но ничего лучшего не сумел придумать, кроме как мысленно позвать на помощь Кулубека. Да, того самого парня в солдатском бушлате, приезжающего с молодыми шоферами за сеном в ту самую буранную ночь. Это был единственный человек из всех, кого знал мальчик, кто мог бы одолеть Араскула. Сказать ему всю правду в глаза. По зову мальчика Кулубек примчался на грузовике. Выскочил из кабины с автоматом наперевес. Где они? Там они. Побежали вдвоем к дому Араскула, рванули двери. Не с места руки вверх, грозно приказал с порога Кулубек, направляя автомат. Все обалдели, оцепенели от страха. Кто где сидел? Куски застряли у них в глотках. С маслами в жирных руках, жирными щеками и жирными ртами. Объевшиеся, пьяные, они не смогли даже шевельнуться. А ну, встань, гадина! Кулубек приставил автомат к виску Араскула. И тот, затряся весь, заикаясь, упал к ногам Кулубека. «Пощади! Не убивай меня!» Но Кулубек был неумолим. «Выходи, гадина! Конец тебе!» Крепким пинком поднадал он под жирную задницу Араскула. Заставил его встать, выйти из дома. И все, кто были перепуганные и молчаливые, вышли во двор. «Становись к стене!» Приказал Кулубек Араскулу. «За то, что ты убил рогатую мать Оленику, за то, что ты вырубил ее рога, на которых она приносила люльку, тебе смерть!» Араскул упал в пыль. «Заползал! Завыл! Застонал! Не убивайте! У меня ведь и детей нет! Один я на всем свете! Ни сына у меня, ни дочери!» «И куда девалась его надменность, его спесь? Жалкий, ничтожный трус! Такого даже убивать не захотелось!» «Ладно, не будем убивать!» – сказал мальчик Кулубеку. «Но пусть этот человек уйдет отсюда и больше никогда не возвращается! Не нужен он здесь! Пусть уходит!» Араскул встал, подтянул штаны и, боясь оглянуться, затрусил прочь, жирный, обрюзший, с обвисшими галифе. «Но Кулубек остановил его! Стой! Мы тебе скажем последнее слово! У тебя никогда не будет детей! Ты злой и негодный человек! Тебя никто здесь не любит! Тебя не любит лес тебя! Ни одно дерево тебя не любит! Даже ни одна травинка тебя не любит! Ты фашист! Уходи, чтобы навсегда!» «А ну, побыстрей!» Араскул побежал без оглядки. «Шнель, шнель!» – хохотал ему вслед Кулубек и для страху пальнул из автомата воздух. Радовался мальчик и ликовал. А когда Араскул скрылся из виду, Кулубек сказал всем другим, виновато стоявшим у дверей. «Как же вы жили с таким человеком? И не стыдно вам?» Облегчение почувствовал мальчик. Совершился справедливый суд. И так поверил он в свою мечту, что забыл, где находится, по какому случаю пьянствовали в доме Араскула. Взрыв хохота вернул его из этого блаженного состояния. Мальчик открыл глаза. Прислушался. Деда Мамуна в комнате не было. Вышел, наверное, куда-то. Женщины убирали посуду. Готовились подавать чай. Сейдахмат что-то громко рассказывал. Сидевшие смеялись его словам. «Ну и что дальше?» «Рассказывай». «Нет, слушай, ты расскажи, ты повтори еще раз». Чуть не умирая от смеха, просил Араскул. «Как ты ему насчет этого? Как ты его напугал? Ой, ой, не могу». Так вот, значит, Сейдахмат охотно принялся повторять уже рассказанное. «Только мы стали подъезжать к моралам, а они стояли на пушке в лесу. Все три. Только мы привязали коней к деревьям, старик мой вдруг хватает меня за руку. Не можем, — говорит, — мы стрелять моралов. Мы бугинцы, дети рогатой матери оленихи. А сам смотрит на меня, как ребенок, умоляет глазами. А я хоть стой, хоть падай. Поднимаю со смеху его, но не засмеялся. А наоборот, так, это серьезно, ты что, говорю, в тюрьму хочешь уходить? Нет, — говорит он. А ты знаешь, что байские сказки эти, придуманные в темные байские времена, чтобы, значит, запугивать бедняцкий народ, чтобы пугать? А он тогда и рот раскрыл. Да что ты, — говорит. Вот то-то говорю. Ты эти разговорчики оставь, а не то не посмотрю, что, старик, напишу на тебя, куда следует. Ха-ха-ха, рассмеялись все дружно. И больше всех ораскул. Уж он-то хохотал в усладу. Ну, а потом подкрадываемся мы. Другой бы зверь давно сиганул бы, и свет простыл. А эти полоумные моралы не бегут. Вроде бы и не боятся нас. Ну, тем лучше, думаю, — прихвастывая, рассказывал пьяный сидахмат. Я впереди с ружьем, старик позади. И тут на меня сомнение напало. В жизни я еще воробья не подстреливал. А тут такое дело. Не попаду. Рванут по лесу и ищи их. Попробуй угомонить. Угонись за ними. Уйдут за перевал. Кому это нужно? Такую дичь упускать. А старик у нас, охотник, медведя валил в свое время. Я ему и говорю. Вот тебе ружье, старик, стреляй. А он ни в какую. Сам говорит, стреляй. А я ему. Да я же пьяный, говорю. И сам шатаюсь. Вроде на ногах не стою. А он видит, когда мы вывезли бревно из реки, с вами же вместе бутылочку распили. Видел? Вот я и прикинулся пьяным. Ха-ха-ха. Я не попаду, говорю. Уйдут моралы. Второй раз не вернутся. А нам с пустыми руками не стоит возвращаться. Сам знаешь. А то смотри. Зачем нас сюда послали? Молчит. А ружье не берет. Ну, говорю. Как хочешь. Бросил я ружье и вроде бы ухожу. Он за мной. Мне, я говорю, все равно. Выгонит меня араскул. Пойду в совхоз работать. А ты куда на старости денешься? Молчит. Я так это потихоньку. Для картины, значит. С рыжих-рыжих гор я приехал на рыжем жеребце. Эй, рыжий купец. Открывай двери. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Поверил, что я и впрямь пьяный. Пошел за ружьем. Я тоже вернулся. Пока мы пререкались, моралы наши ушли чуть подальше. Ну, говорю. Смотри. Уйдут. Не догонишь. Стреляй. Пока они не пуганы. Взял старик ружье. Стали подкрадываться. А он все шепчет. Как полоумный. Прости меня, рогатая мать олениха. Прости. А я ему свое. Смотри, говорю. Промажешь. Убегай вместе с моралами, куда глаза глядят. Лучше не возвращайся. В пьяном чаду и хохоте мальчику становилось все жарче и хуже. Голова раскалывалась от разбухающей в голове боли. Ему казалось, что кто-то пинал ногами его голову. Что кто-то рубил его голову топором. Ему казалось, что кто-то метит топором в его глаза. И он мотал головой. Старался увернуться. Изнемогая от жара, он вдруг очутился в холодной-холодной реке. Он превратился в рыбу. Хвост, туловище, плавники. Все рыбья. Только голова оставалась своей. И к тому же болела. Он поплыл в темной подводной прохладе и думал о том, что теперь навсегда останется рыбой и никогда не вернется в горы. Не вернусь, говорил он сам себе. Лучше быть рыбой. Лучше быть рыбой. И никто не заметил, как мальчик слез с кровати и вышел из дома. Он едва успел зайти за угол, как его начало рвать. Хватаясь за стену, мальчик стонал, плакал и сквозь слезы, задыхаясь от рыданий, бормотал. Нет, я лучше буду рыбой. Я уплыву отсюда. Я лучше буду рыбой. А в доме Араскула за окнами гоготали пьяные голоса. Этот дикий хохот оглушал мальчика. Причинял ему нестерпимую боль, муки. Ему казалось, что дурно ему от того, что он слышит этот хохот. Отдышавшись, он пошел. Во дворе было пусто. Возле угасшего очага мальчик наткнулся на смертельно пьяного деда Мамуна. Старик лежал здесь в пыли рядом с вырубленными рогами, рогатой матери оленихи. Обрубок морали и головы грызла собака. Больше никого не было. Мальчик наклонился над дедом, потряс его за плечо. Ата, пойдем домой, сказал он. Пойдем. Старик не отвечал. Он ничего не слышал. Он не мог поднять головы. Да и что ему было отвечать? Что сказать? Ну, вставай, ата. Пойдем домой. Просил мальчик. Кто его знает? Понимал ли он умом своим детским? Или невдомек было ему, что старый Мамун лежал здесь в расплату за сказку свою о рогатой матери оленихи? Что не по своей воле посягнул он на то, уважение к чему сам внушал ему всю жизнь? На память предков, на совесть, заветы свои, что пошел он на это дело ради злосчастной своей дочери, ради него же, внука. И теперь, сраженный горем и позором, старик лежал, как убитый, лицом вниз, не отзываясь на голос мальчика. Мальчик присел возле деда, пытаясь расшевелить его. Ата. Ну, подними голову, просил он. Мальчик был бледен. Движения его были слабы. Руки и губы дрожали. Ата, это я. Ты слышишь? Говорил он. Мне очень плохо. Заплакал он. У меня голова болит. Очень болит. Старик застонал. Шевельнулся. Но не смог прийти в себя. Ата. А Кулубек приедет? Спросил друг мальчик сквозь слезы. Скажи, Кулубек приедет? Тормошил он его. Он заставил деда перевалиться на бок. И вздрогнул, когда к нему повернулось лицо пьяного старика, запятнанное грязью, пылью, жалкой бороденкой. И почудилась мальчику в ту минуту голова белой моралицы и изрубленной давечи топором араскула. Мальчик отпрянул страхи и, отступая от деда, проговорил. Я сделаюсь рыбой. Ты слышишь, ата? Я уплыву. А когда придет Кулубек, скажи ему, что я сделался рыбой. Старик ничего не отвечал. Мальчик побрел дальше. Спустился к реке и ступил прямо в воду. Никто еще не знал, что мальчик уплыл рыбой по реке. На дворе раздавалась пьяная песня с горных горбатых гор. Я приехал на горбатом верблюде. Эй, горбатый купец, открывай двери. Будем пить горькое вино. Ты уплыл? Не дождался ты Кулубека. Как жаль, что не дождался ты Кулубека. Почему ты не побежал на дорогу? Если бы ты долго бежал по дороге, ты непременно встретил бы его. Ты бы узнал его машину издали. И стоило бы тебе поднять руку, как он-то час бы остановился. Ты куда? Спросил бы Кулубек. Я к тебе. Ответил бы ты ему. И он взял бы тебя в кабину. И вы поехали бы. Ты и Кулубек. А впереди по дороге скакала бы никому невидимая рогатая мать олениха. Но ты бы видел ее. Но ты уплыл. Знал ли ты, что никогда не превратишься в рыбу? Что не доплывешь до Иссыкуля, не увидишь белый пароход и не скажешь ему «Здравствуй, белый пароход, это я». Одно лишь могу сказать теперь. Ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская душа. И в этом мое утешение. Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются небом. А небо вечное. И в этом мое утешение. И в том еще, что детская совесть в человеке, как зародыш в зерне, без зародыша зерно не прорастает. И что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки, пока рождаются и умирают люди. Прощаясь с тобой, я повторяю твои слова, мальчик. Здравствуй, белый пароход. Это я. Здравствуй. Здравствуй, белый пароход. Продолжение следует...